еще раз здравствуйте 2 мая вот начинается светение переезд поздновато конечно видите вот это деревце молодое это маточная посмотрите это как бы учеба среди как она обрезана видите обрезана так строить веточки уже часть вам продана часть будет выкинуто сделано так что на следующий год они опять зацвели раз это не главное вот видите все в цвету хоть и маточное дерево все в цвету все в цвету главное снова дало побег это специально маточное дерево вот это амур это я его знаете чем сравниваю я сравниваю с автомобилем 2101 первой модели которые делали с итальянцами то есть это ностальгия такая что до сих пор считается это одни везучие автомобилем чуть ли не в мире а вот допустим амур это как бы жигуль 2101 среди деревьев очень хорош выражаем невероятно морозостойкость невероятная на уровне манджурца 50 лет в сибири и результат расходится по стране с помощью вот этих черенков и сергей прививается продает в виде саженца а рядом а что у нас ребята уже как молодежь раз два три года ему тоже это чистый непривитый это чистый манджурец но на самом деле он нечистый вот на самом деле он уже испорчен культурными сортами он же гибридный какая его судьба дальше оставлять нельзя понятно следующий год врубать уедет он отсюда выйдет недалеко вы знаете мою дочку или нас она ставить духовную дочку выкопает и поможет поможем и перевезет себе не пропадать такого добру вот эти она выкопает перевезет себе видите не хватило духу силы просто их привить сколько было сил мы потратили сергей вот такие дела и даже вот такие вот посмотрите какой крупничок посмотрите как зацветает этот зацветает вот это я оставил себе он выглядит наиболее культурным из непривитых вот если вот так знаете как это посмотрите видите белое поле нету название сорта появится потом это будет гибрид чего-то с чем-то а он даст ли плоды в этом году он первый цветочек вот второй цветочек и может быть он третий цветочек может еще не на несколько цветов появится и все а что касается того что мы его оставляем здесь он никому не мешает вот один из тех которые банджурсу он не вкусный нет не так он с кислинкой скажем потому что многие с кислинкой любят больше чем сладкие плюс соки компота варенье все что угодно сумасшедший урожай все это прием часть по вот уже видите выпилили половина падала на ту сторону и у меня есть фотографии как мальчишки собирают эти плоды деревне деревне но садоводство настолько лучшим российском краю садоводческом настолько захерело что у меня тут есть фотографии вот смотрите туда видите волосы вишни дети собирали я фотографировал это моя волос на вишне вот падали вот с этих веток плоды собирали и вон напротив тоже моя почему я объясняю насколько все хреново вон смотрите вот это вот если брать левое окно еще левее это могу 40-летний слива китайская вот не она тоже сейчас высыпается наружу это же фотографии девочки собирали вот так вот это называется лучший край но пропасть не дадем ну про персик я уже рассказывал вот если вы видите прирост персика 50 сантиметров 80 лет значит это дерево все еще еще имеет право жить на на прививку не срезал жалко было тогда получается что вот это все уедет или не ставить долго и ждать урожай не придется если я буду параллельно снимать фильм это будет выглядеть вот так выкопали здесь веток нет нет и вот здесь вот так будет отрезано раз два три вот это все что останется и легко приживется ну вот это так 2 2 2 побег скорее всего здесь где-нибудь отрежу я я им помогаю копать пульсами а обрезка сделаю я приживется прекрасно через год все будет в плодах вот это я ему не завидую потому что она переросла и должна дать урожай наверное себе оставлю то есть вот это и в метре вот это они между собой поделят пространство позже слышали сейчас только звенела пила серия ремонтировал вот на следующий год какой-то из двух будет выпилена а конкуренция дадут плоды а вот это вот это вот это вот это вот это пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать четыре семь пятнадцать это все поселена сады забирает вот сергей не против чтобы это все украсила ее участок ну и что еще добавить ну перед этим фильм снимал о том что когда вот такая холодная весна как сейчас это называется не дружное цветение на одни за село на других только почки покраснели вот так ну что сливы показывать сливы как сливы сало как сало вот интересно ну так что сливы как сливы сало как сало все таки еще раз раз ты блогер раз я блогер значит мне нужно паузы заполнять любыми фильмами иначе забудут ко мне дорогу и так была сделана специальная обрезка и дерево ну плодов тут всегда хватало они каждый год не замерзает и тут всегда ковром плохой ковер из них вот довольно крупное вкусно дерево не привитое сроду не привал я ни одного не привил но каждый год у меня покупают примерно 10 20 черенков на прививку то есть есть серьезные люди которые хотят это все сохранить почему с косточкой результаты все равно разные вот он возьмет вот эту веточку видите в данном случае не взял вот такой веточку и приведет у себя на лучу на терну на более назовем все таки это культурное растение хоть она не привита и как бы закрепит эти свойства вот видите вот кто-то эту веточку купил сейчас уже май заканчивается пересылка могут проснуться в дороге вот эти на следующий год пойдут все еще показать еще слива здесь было могучее дерево 10-15 лет а дальше шли годы она захерела судьба его вот веточка сохранилась как я не заметил заметил то бы тоже бы отрезал и продал вам за 200 рублей это сувенир востока мне остались фотографии фильмы возле этого дерева проходили конференции и проходили семинар вот уж удивлял а потом давай экспериментировать но это все понятно отрезал отрезал и за 20 лет она захерела ни одну сотню черенков срезал вот таких вот это случайно я не заметил вот таких вот еще считайте его нет ну даст сам по ведерко плодов ну крупных вкусных но пол ведерко вот а вот это я потом сделал прививку вот чернослива вот она видите вот и в догонку это захерела а чернослив и не думает хереть посмотрите что делается ужас и второй чернослив казалось бы что им в сибири делать это же все южане нет если его не трогать если не драть кору я к ней не подскажу сколько надо отвалится сама вот страшная вещь когда заставляет не просто содрать кору вот скажем так вот это отмерзшие участки а заставляет всю ее содрать и это на полном серьезе а на самом деле естественный процесс смотреть видите вот а потом еще со злом потому что там под корой живут эти жуки личинки вот короеда и давай это все дрожать чтобы от них избавиться но если там поселиться личинка короеда пусть себе сидит мне-то чё она мне не мешает я ей урожай от этого не влияет а а придумать людям дурную работу это мы пожалуйста да кстати вот это вот выставочного дерева вот ему скоро 30 лет еще его покажу вот и сказать что не болтун если вы посмотрите что она зацветает смотрите внимательно смотрите вот плохо видно вот там где как бы наросты на веточках это цветы цветы и цветы она сейчас только позже всех расцвело это бывший академик там у меня академик а это прививка показала уникальнейшее качество плоды стали еще крупнее 100 120 грамм так и раз и второе вот возраст учитывать и главное что дерево дерево тоже маточное к сожалению вот с него брались огромное количество веток нет немного смотрите не болтун очень много и тем не менее оно играет роль еще и высоченного дерева и учебного я подвожу сюда людей и говорю смотрите внимательно это его была злая судьба вот здесь росло дерево под названием баньков ранний прекрасные плоды средние и надо было мне больше никого уткнуть уже не дикали дикали не дикали вот видите снизу торчит это мажорский абрикос ниже прививки получилось вот это дерево оно тоже подросло и оно уже засветает смотрите видите оно оно зацветает оно зацветает я хочу посмотреть укрепляться плоды или нет но а академик который переделанный и я назвал его крупноплодный железов потому что он полностью изменил свои характеристики вот он внимание вот сейчас я покажу вам почему это отслеживать должен не я официальная наука что хоть сами такого не умеют делать учили бы у меня понимаете вон ваньков ранний видите ваньков ранний вот эта ветка она еще жива смотрите еще а я с нее уже не беру а надо чтобы сохранить это последняя ветка последнего дерева видите какие морозы калечили и мои секатор когда я вот так вот каждый год каждый год каждый год вот но вот это вторая ветка смотрите то ваньков а вот эта ветка бывший академик и теперь смотрите зацветает плохо видно плохо но вы видите как бы утолщение на ветках это цветы и это только начало оно попозже всех и для чего я это показываю эти ветки которые я привал идут с самого низу дерево спасается тем что отмирает ветки сверху вот видите эту зелень отмирали 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 а веточка вот эта вот дала мне два сорта спасти вот смотрите вот как бы двойное дерево видите вот видите там где зеленый вот этот пень это значит и есть то что называется ваньков рани а вот с этого вот с самого низу пошло вот в том месте привито и получилось тройной такой можно сказать вегетативный гибрид это крупноплодный железово бывший академик плоды ахните заметьте в первый раз скромный сорт манджуриц ваньков ранний середнячок и вот он сверхсорт еще раз это дерево и учебное это к тому что не смейте никогда отрезать снизу ветки вот видите я не стал этого делать руки не дошли я мог буквально вчера позавчера месяц нет недели две назад перепривить и вот этого манджурса еще мог вот почему ценнейшая ветка растет вышла оттуда ниже прививки вот такое дерево вот он гибрид тройной вот и будем ждать чудо и засветает манджуриц вот он видите цветочки он только начал засветать вот видите только начал вот только начал дальше больше вот но сейчас я вам покажу одно из тех чудес которые называют инфицирование если вы обратите внимание на цвет расцветку именно бывшего академика и сейчас академик но уже гибридный посмотрите какая у нее расцветка и эта расцветка передалась кому манджурцу вы не согласны а вот он поменял цвет он должен быть ну не не по темне по темне скажем так вот вот примерно вот так должен быть вот эта ветка не поменялась а вот эти поменяли и если придется лучше гены именно академика вот тут видели еще раз посмотрели сюда посмотрели сюда да и вот если не приглядываться то истинный академик может все таки эта ветка взялась все таки она выше прививки нет а дайте же прививки ну вот посмотрели вот они веточки академика именно их Сережа берет на прививку и я тоже беру на прививку на продажу все друзья надеюсь и этот фильм пригодится пусть будет лишний не лишний некоторые знаете как говорят там в комментариях я посмотрел фильм ни о чем вот бедный вы бедный фильм ни о чем вот даже заранее чувствую что кто-то зря потерял время пусть простите меня за это но ранняя весна плодами буду угощать позже вас все закрываю лавочку до завтра пока